I have ways of blowing things up Здарова ребятушки, с вами Аладушки The Ultimate Fearing Blood Experience Да, ребятки, сегодня у нас будет очень необычная серия Давайте я загружу, потому что тут, короче, как работает Загрузки проходят очень быстро, поэтому, чтобы прочитать, собственно, что здесь написано Нам придется загрузиться Вы, короче, вообще сейчас ничего не понимаете, что происходит Я вас тоже могу понять Здесь у нас небольшое вступление, где говорится, что жизнь космического наемника не такая уж и простая Ему приходится брать всякие фиговые работенки Для того, чтобы загрузить еще парочку ядерных боеголовок на свой ржавый драндулет Чтобы выполнить еще одну фиговую работеночку Но это все-таки лучше, чем сгребать блевочину с какого-нибудь пола в космическом баре Надеюсь, наша следующая работа будет не такой говеной Какой оптимистичный парень Итак, да Это Jets and Guns Это, ребятки, Jets and Guns Сейчас, секунду Итак, ребятушки Как вы видите, у нас здесь Ну, как в наше время принято говорить Симулятор космического наемника Один из наших проектов закончился Мы думали бы, что начать и что сделать Но пока что, пока я рылся в стиме Пока я смотрел Я увидел, что вышла Jets and Guns 2 неожиданно Вот, я вспомнил, что существует первая В которую я заигрывался И запроходил до дыр буквально Эта игра гениальна абсолютно во всем В стиле рисовки В описании В повести В шуточках Во всем, что здесь творится В проработке геймплея Да, это Shoot'em Up Да, это аркадный Shoot'em Up Это ни капельки не делает эту игру хуже Вообще ни на секунду У нас пока что есть маленький самолетик Естественно, в будущем мы его сможем кастомизировать У нас тут есть самолет И нам тут сразу предлагают купить Wonder Wurst Фургончик по торговле Просто, чтобы вы понимали, что это Смотрите Это космический фургончик по торговле хот-догами В который можно запихать пушки и всякое такое Ну, полетим мы, конечно, все-таки на нашем гоблине У нас есть некая сумма денег Которую нам надо рассчитывать И этой суммой денег нам нужно распоряжаться Чтобы снарядить В общем, вы все поймете по ходу Смотрите Одна из самых ржачных тем в этой игре Это пушки Пока что тут более-менее базовый какой-то такой выбор Чем дальше, тем они будут становиться все сумасшедшие и сумасшедшие У нас сейчас есть Daisy Cutter Модификация третья Которую мы можем улучшать Как вы видите, у него появляется больше огненной мощи И также у него появляется перегрев Перегрев будет играть у нас очень важную роль Потому что у нас есть целая шкала Если оружие перегревается, нам нужно будет ждать, пока оно остынет Вот Насколько я помню Тут, в общем, в чем прикол? Что игрушка очень, ну, довольно хардовая Да О, я помню, что через Control продавать У нас есть Daisy Cutter У нас есть Телефонтен Каждую пушку можно купить Попробовать, например Вот мы Хорошо, вот Daisy Cutter, который у нас был Мы можем потестить У нас есть Мы ее не поставили? Я дурак? Мы можем потестить У нас тут Вот, летает космический мусор Мы можем посмотреть За сколько времени мы Сбиваем тот или иной кусочек Вот эти вот 10 тысяч лопаются очень долго Значит, у нас пушечка такая себе Видите? Любую пушку можно попробовать Продажа и покупка Стоят одинаково Поэтому можно экспериментировать сколько угодно Можно взять, например, розовую пантеру Попробовать Сходить на тестовый полигон Вот розовая пантера Она стреляет, как бы, на два потока Разброс получше Сейчас мы десяточку лопнем Посмотрим Видите? Десятка все равно лопается очень долго У нас есть разные пушки И тут у нас всегда будет Скорость, нагрев и, собственно, мощь этой самой пушки Так что пантеру Я раньше, кстати, когда начинал играть Когда я был в девятом классе Я выбирал почему-то пантеру Есть автотрек миниган Вот такая хорошая штука Их можно купить два Они не очень дорогие Смотрите, что они делают Они с автонаводкой И десятку они разбивают в разы лучше Проблема этой пушки Что она с автонаводкой? То есть, если она навелась На какую-то штуку Ты не можешь ее перенаправить На другую Пока сам к ней не подвинешься Сейчас мы посмотрим Что у нас еще осталось по деньгам Так, вот так Тут у нас есть целый ряд Апгрейдов, улучшений Всяк такой Можно нашу броньку, кстати Not for self 50 штук она стоит Улучшение броньки Короче, это нам не по карману Охладитель На своей части у нас находится охладитель Охладитель, во-первых, мы не можем купить Во-вторых, он нам не нужен Потому что перегрева никакого нету У наших пушечек Они будут работать Им хватает собственного охладителя У нас тут есть всякие гаджеты На повороты ствола Но стволы у нас и так сами поворачиваются У нас есть гаджеты на взлом У нас есть гаджеты на всякое такое Есть баунти хантер Это очень крутая штука Карточка Ты вступаешь в клуб охотников за головами И тогда у тебя подсвечиваются Космические преступники Которых, если ты собьешь, ты можешь их поймать Короче, это очень крутая штука Давайте без дальнейших разговоров Просто пойдем на наш первый уровень Итак Мы перехватили сообщение Некоторые экофашисты предлагают Грязную работенку Некий экофашист предлагает Грязную работенку, с которой он не хочет сам марать руки Че за фигня? Деньги не пахнут Чувак такой по телеку такой Эй, хит Тебя наняли, чтобы Организовать зачистку в секторе С химической угрозой Которая появилась несколько месяцев назад В общем, тут всякие замесы нереальные То, что нас нанимает экофашист Уже, вы понимаете, немножечко задает Направление игры Банда проклятых мутантов Называет себя Химикальные братья Хемобратья Они собираются Основать новую колонию В секторе Он такой Зектор Не сектор Зектор Они собираются жить С того, что они С нелегального бизнеса По токсическим отходам Они будут их, видимо, то ли уничтожать То ли хранить То ли еще что-то Твоя миссия Настоять на том, чтобы они ушли Разбей их колонию И тут нам показывают Вот эти вот шарики Это у нас будут Ну, собственно, основа колонии Их нам и нужно разбивать Ааа Вот они Вы посмотрите на детали И на проработку Тут вылетает Ты взрываешь какой-то объект Блин, мне уже прилетело, кстати Из него вылетают астронавты Этих астронавтов отдельно Можно поубивать Смотрите, они там бегают Они пускают в меня ракеты Мелкие уроды Кстати, астронавтов можно убивать Просто Карго! Карго! Есть, карго подобрали По-моему, я для этого уровня Слишком тихо музыку сделал Музыка здесь просто шикарнейшая Но с другой стороны Я просто очень сильно боюсь Что мне прилетит Авторские права прилетят Тут музыка Офигительная От Машин Супримаси Если вы знаете Такой вы молодцы С ним не знаете Ну вы тоже молодцы Но все равно вам следует узнать Об этой группе Аааа Мелочь, мелочь, мелочь Карго! Вот эти обязательно надо собирать Блин, у меня уже мало жизни, кстати Тут с первого уровня Видно, что тут творится Полнейший буллет-хел Тут минные поля, кстати О, тут можно Видите? Мой корабль не реагирует Патроны не реагируют на мины Мне приходится подстраиваться Чтобы сбивать эти самые мины Вот, я только что Подобрал кусочек корпуса И... Аааа Эта штука чуть меня не грохнула Так, секунду Я чуть-чуть подкрутил музыку Я надеюсь, мне за это не прилетит Просто музыка здесь слишком хороша Чтобы ее пропускать Это секрет, кстати Уточки, видите? Их надо обязательно собирать Это секреты Вот таких чувачков надо собирать Это космические автоскоперы О, экстра бабло Тоже хорошо У меня мало жизни, кстати Мне прилетает И у меня мало жизни Я могу и... Не дойти, кстати Все вот это вот мелочь Которая по мне стреляет А, миссия пройдена Фу Я убил достаточное количество Хе-хе Так, хорошо Эээ Встречаемся в баре С каким-то чуваком Видимо, и нас спрашивают Когда так... Как так получилось Что лучший пилот галактики Это, кстати, про нас Между прочим Стал фрилансером Хитманом Эээ Легко Когда война закончилась Эээ Ты просто следовал приказам Хе-хе Ловил суперзлодеев Аннигилировал планеты И вдруг Эээ Ты начал переть вещи Из армейского инвентаря Эээ И следующее Следующее Что случилось Ты летаешь между Эээ Самыми худшими Пабами Эээ Эээ И общаешься Со всяким дерьмом Помогаешь И Помогаешь В уничтожении Всякого Всякого скама Всякого отхода Вот Так, блин На самом деле Я с музыкой Не могу определиться Ээээ Сейчас Я надеюсь Так будет Не слишком громко Не слишком тихо Значит так Ребятушки Насчет Нам нужен Открыватель А, за 1000 его можно купить Вот Здесь у нас Такая штука Это Этот открыватель Он обучаемый То есть его можно обучить Если мы сейчас нажмем Видите У нас есть Auto Crack Шанс всего лишь 10% Есть ручной взлом Есть Tetrix Я не понимаю Что такое Tetrix Сейчас мы нажмем Один Ручной взлом И теперь Мы набираем Один Два Три Ну Ноль Один Два Три Enter Видите Значит Две цифры У нас есть Но они не в правильном месте А две цифры нет Значит Один И два Можно Исключить Ноль И три У нас Есть Мы возьмем Четыре Пять Три Ноль Вот Ноль на месте Четыре Пять У нас отсутствует Значит Мы возьмем Семь Ноль У нас был на месте Семь Три Восемь Ноль Ага Семь Три Тройка у нас Ага Тройка у нас на первом месте Должна быть Все Я это понял Семь Возможно здесь Девять Ноль Минуточку Я что-то недопонимаю Один Два У нас красная Четыре Пять У нас красная Восемь Минутку 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 Три Семь Один Ноль Три Семь Два Ноль Три Семь Три Ноль Да Тройка у нас повторялась Блин А по-моему Такой подставы Раньше не было Ладно У нас появилась Вот такая вот пушка Она у нас будет Смотрите Как она работает Так Медальку мы сейчас Попродаем У нас тут появился Диск с информацией Его тоже можно продать Уточки Ну они за 2000 Уходят запросто Давайте И кстати Так Блин а почему Автокрэк не вырос Ладно Давайте сейчас Вот эту штуку Видите Вот она не получилась Ящичек был уничтожен Сейчас мы вот эти пушечки С вами снимем Я хочу вам показать Вот эту поставить Покупаем Смотрите Она стреляет Вот таким вот образом С десятками Она все равно Справляется очень долго Но С ней можно сделать Вот такую штуку Ее можно Заапгрейдить И тогда у нее Видите Меняется Количество пушек И количество стреловидности И вот эта пушка Становится Довольно веселой Вот сколько На десятки Будет мочить Десятку Мочит очень быстро Кстати Нам нужно Подкопить Последующий Апгрейд 45 тысяч Стоит Давайте Я ее пока что Продам Возьмем Автотрекеры Наши Те же самые Две штуки У нас пока На самолет Влазит К сожалению Только два оружия У нас дальнейшие Самолеты будут И с передним И с задним оружием И с большим Слотом оружия И все Какое такое Так Давайте мы их Немножечко Поапгрейдим Вот так вот Ну-ка Как оно у нас Теперь будет стрелять Вот Теперь десятки Тоже очень хорошо Разносят Видите Против Тут показаны Быстрые мишени Медленные мишени Крепкие мишени Против быстрых мишени А эти пушки Не очень Но зато По крайней мере Не надо Беспокоиться Что если вы пропустили Цель Вы ее больше Не собьете Поэтому Давайте С этой же пушкой Мы сейчас дальше И продолжим Начинаем Левел Итак Тебя когда-нибудь Нанимал Шериф Который Выглядит Как обезьяна Ну Теперь я тебя Привет Стрелок Мы могли бы Использовать Твои Твои умения И твои навыки Твой Самолет Если бы ты хотел Немножечко подзаработать Нам понадобились бы Ну типа Мы могли бы Использовать Нам понадобились бы Твои умения И твой самолет Я Шериф Ливингстоун Из полицейского Департамента В этом секторе Мы У нас не хватает Людей И нам нужно Зачистить Контрабандистов И парочку Маленьких На парочке Маленьких планет И астероидов В округе Мы нанимаем Способных Людей Таких как ты Каждый Поведет Атаку На криминальные Базы Так 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 Всю прибыль От разбившихся Кораблей Конфискованного Карго Получишь себе То есть Че скажешь И вот у нас Цель Здесь Вот такие Вот будут Грузовые корабли Которые будут Залетать Их-то Нам И нужно Гасить Видите Вот Быстрые цели Против быстрых Целей У меня Блин Я корову Взорвал Вот 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 Это Фишка Вот Этой Игры Просто Офигительная Вот Смотрите Взрываешь Здание Из него Выбегают Люди Каждого Этого Человека Можно Убить Каждую Бочечку Можно Взорвать Каждое Здание Каждое Все Что Только Можно Проблема В том Что Оу Проблема Пушек С автонаводкой То Что Они Отвлекаются На Все Даже На Маленьких Космонавтов Поэтому Иногда Бывает Тяжело Заставить Стрелять Так Куда Надо Вон Пусочек Армора Который Мне Нужен Так Вот Это Очень Жесткий Враг Вот Это Кстати Было Больше Десять Тысяч ХП В нем Если Есть Бомбы Тут Есть Такая Штука Как Бомбы Ракеты Если Есть Бомбы То Можно Сбрасывать На Людишек Чтобы Не тратить Так Тут По-моему А Блин А мне Не будет Я не могу Взорвать У меня нету Ни ракет Ничего Там По-моему Был секрет Если я правильно Помню Тут Есть Такая Штука Как Environment Что Мне Очень Нравится Например Если Взорвать Вот Этот Баллон С Газом То Он Начнет Травить Людей Смотрите Газ Сдувает В ту сторону И Людей Начинает Просто Ай Блин Сейчас По мне Попадает Смотрите Экипаж Как-то Пультировался А они На парашютиках Вот Такие Мелочи Меня Просто Всегда Поражали В этой Игре Почему Чтобы Понимали Игрушка Офигеть Какая Древняя Вот И на тот Момент Такие Мелочи Это было Просто Чертовски Круто Так Грузовой Корабль Грузовой Корабль Нужно Сбить До того Как он Слетит Блин Он еще и огрызается Есть Сбит Нет 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 Он полностью Нейтрализовал Сейчас Мои пулеметы Потому что Он Своими Ракетами Чертовыми Смотрите 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 Что он делает В общем Нельзя Полностью Полагаться На Самонаводящиеся Пулеметы Потому что Смотрите Что происходит О Вот Это Лазерная Фигня Преграждала Мне дорогу Если бы я Врезался Я бы Сдох Наверное Блин Меня Собьют Скоро Мне нужно Быть Подкрепиться Целостность Корпуса Нарушена Все Я вроде Подобрал Нужное Надо До чекпоинта Добраться Игрушка Довольно Хардовая И Вот так Вот Не смотришь Не смотришь Не смотришь Дэмэджи Можно Нахватать Дэмэджи Пища То есть Даже у такого Геймплея Когда у тебя Самонаводящееся Оружие Есть свои минусы Потому что Ты не можешь Всегда стрелять Туда Куда тебе надо Они наводятся По своему Разумению Смотрите Этот грузычок Командо Ха-ха-ха Вот Второй Второй Карго Видите Он взорвался И экипаж Кокуптировался Теперь его Можно Довзорвать А если он взрывается В воздухе Он просто падает Вот это кстати Очень круто У меня опять Не осталось Нифига Жизни Сейчас будем Пробиваться Каким-то образом Посмотрим Я надеюсь Меня не отправят На чекпоинт Наверное К следующему разу Придется менять Пушки Чтобы у меня было Хоть что-нибудь Прямо стреляющее Потому что Моя оружка Сейчас слишком Сильно отвлекается Я по сути Не могу Управлять Тем что происходит Смотрите Я уже дымлюсь Не очень хорошо Как вы понимаете Вот эту штуку Можно Освободить Смотрите Что происходит А я слишком Много Схавал Смотрите Это Годзилла Там Ходит Все Разрушает Целостность Кузова Восстановлена 50% Отлично Какие-то Хорошие Новости Видите Я бы Этим Чувакам Не мог Стрелять Пока Не разрушил Эту Красную Преграду Еще один Чекпоинт Лучше Их Сразу Брать Потому что Можно Доиграться Вот эти Первые Уровни Они вроде Как Простенькие Хотя И они Уже Сами По себе Довольно Хардовые Фу Летучий Револьвер Нормально Да Сейчас Смотрите Экипаж Катапультируется Есть Не успели Катапультироваться Вот это Отище Творится Кстати Да Такая штука Все вот эти Контейнеры Все это Тоже взрывается У меня просто Сейчас нет Подходящего Оружия Под это Но Так же Крупы Это Старая Игра Поэтому Тут все по-честному Если ты во что-то Врезаешься Ты во что-то Врезаешься Вот Тут нет такой фишки Что типа А На тебе засчитывается Что только Когда в тебя попадают Нет Тут урон проходит Абсолютно Отовсюду Поэтому Если ты хочешь Не врезаться В землю Смотри Какой десант Выкинул Эфигеть Это же все Сейчас будет Если ты хочешь Во что-то Не врезаться В землю Там В препятствии Всяк такой Покупай специальный гаджет Который будет Дефлектировать Твой корабль То есть Всякие такие вещи Ты хочешь какой-то апгрейд Купи его Ничего не дается Просто так За деньгами Здесь очень большая погоня Так Warning Это что Босс что ли Сейчас будет Блин Я забыл Что так быстро Босс приходит Видите Вот здесь Потому Важна Пушка Которая Стреляет Назад Вверх И всякое Такое Потому что Иначе бы Если бы у меня были Сейчас как-то пушки Которые стреляют Вперед Я бы сейчас Очень сильно попал бы Мне пришлось бы Подставляться Блин Я врезаюсь в землю Сам же говорит Меня лопнули Ладно Сейчас мы Перепройдем С этого момента Тут вроде Не так далеко было Я сейчас У меня не полные жизни Когда я Я с полжизнями начал Видите Этими бочками Тоже можно было бы Пользоваться Ай Блин Короче Лучше держаться Сзади От этой штуки По возможности Потому что Стреляет Он в основном Вперед Если он в меня Попадет Задними пушками Вроде как Вроде как нет Не так страшно Ай Ну все Да На самом деле Он не такой сложный Я просто Протупил Вот еще Чем хороши Вот эти пушки Стреляющие Во все стороны Просто Замечательные Миропорядки То есть Сообщества Наблюдать Ну как Способные Способные на особые Вещи Люди Смотрите Типа мужчины Женщины И Слаймы Слаймы Кстати Тоже сюда Входят Компетентные Для защиты Цивилизаций И охоты На все Суперзлодейские Организации В галактике Это агентство Наконец А это агентство Последняя черта Обороны Против зла В галактике В универсе Во вселенной Так Дополнение Федеральные герои Рекрутируются Тяжелее всего Сейчас Секунду Ребят The hardest Minest And the most Aberrant Murders Ага Федеральные герои Рекрутируются Из Самых Таких Самых Злобных Самых Развязанных Мародеров Охотников За головами И Космического Космических Отбросов Которые Когда-либо Пилотировали Во вселенной Также Смотрите Массовые Разрушения Trouble Man Диск Короче Теги уже Пошли Да Тут Так Стоит Ли Стоит Ли Стоит Ли Нам Взять Какую-то Другую Пушку Давайте Медальки Можно Запросто Продавать У нас Появился Пульсар Price Bomb Цена Бомба Я вот что Думаю Может быть Вместо Одного Авто Этого Автотрекера Мы Возьмем Радиатор И Качнем Его Допустим На полную Серьезно Это возможно Ну видите Я греюсь Пульсар Уже Начал Греться Поэтому У нас 44 тысячи А мы Не можем В охладитель Вложиться Можем Не Не можем Он 50 тысяч Стоит Тогда Секунду Ладно Продолжим Пройдем еще Один уровень Таким вот Способом Попробуем Что у нас Из этого Получится Ой блин Этот уровень Кстати обожаю Здравствуйте Мистер Хитман Мистер Головорез Я Микробиолог Карина А это Моя коллега Математик Габриэл Вы Короче Посмотрите На этих Девушек Они же Явно Выглядят Как Микробиолог И как Математик Мы Боимся Нам понадобится Ваша Ваша Помощь Мы работаем В лаборатории На Артификантских Астероидах Которая Называется ВАМП 666 Ну да Мне нужно Отметить Что все Наши Ученые Женщины Потому Потому Поэтому Наше Высокоинтеллектуальное Общество Работает Очень эффективно У нас Строго Настрого Запрещено Присутствие Мужчин Ну Блин И все равно Меня просят о помощи Несмотря на это Широко Распространенное Правило Наши Атомно-плазмические Оборонные Системы Должны Предотвращать Тысячи Проникновений Попыток Проникновений На нашей станции Мужским полом Каждый год Наши Девушки В безопасности На расстоянии На том расстоянии Которым Нас обеспечивает Безопасность Эта система Астероидов Но мы Нам нужен Рекрут А Но нам нужно Время от времени Привлекать к себе Новые мозги И конвои С новыми Девушками Это Объект Для нападения Гормонально Нестабильными Индивидуумами И Вот почему Нужны вы В этом году Конвой Прибудет Через несколько дней Нам нужен Пилот Который способен Бы их защитить Вот эти вот Розовые ракеты Это будут ракеты С девушками Учеными Конечно Такие девушки Исключительно Бывают учеными И Только потому Что они так выглядят Они такие умные Если среди них Случайно окажется Мужчина Они моментально Поглупили Короче да Нам здесь Предлагают Обороняться Против Мужчин Причем Посмотрите Написано Мачо И посмотрите Чем они стреляют Я ничего не хочу Сказать Но у этой игры Тэг будет 18 плюс Так У нас Френдли фаер Они везде Помогите Экстра кэш Не могу Дождаться Чтоб наложить Свои кентакли На тебя Вот эти комментарии В этом уровне Они просто Бесценны Если честно Ээээй Чувак Улетел Иди Иди к папочке Маленький котеночку Блин Я перегрелся Черт Вы посмотрите На эти лица Которые комментируют Это же просто Отказ Ай Ай Блин Эти ребята Меня просто Уничтожили Я зачитался Засмотрелся Мне нужно Где-то броньку Подобрать Иначе у меня кранты У меня же это Бронька 50% Отличнейшая Ааа Я тут прям На таран пошел Ха-ха-ха Он запрыгнул На мой корабль Не могу Страхнуть его Ха-ха-ха-ха Перегрев Так Вот видите Начались Проблемы С перегревом Потому что Мы взяли Более мощную пушку Более мощные пушки Приносят Больше перегрева Ааа Блин Он в меня опять Врезался Нет Блин Вот эти ребята Чертовски опасные Если что Так Блин Я хотел сказать Что я опять На пределе Нифига Меня просто Уничтожили Да С чекпоинта Дополнительные кэшки Вы понимаете Собирать Просто необходимо Потому что Денег стоит Все Просто все О Так Я тут Сейчас Получу 50% Да Если получу Ева Ева Дай мне броню Я думал Там будет броня А чувак У меня просто Въехал На линкоре Бады Шаблон Убираем перегрев Главное не попадаться Под этих чуваков Нормально Нормально Сейчас у нас Получше С жизнями Мистер Лавермен Там кстати Был Написано Нет Люси Ева О Нет Там был секрет Ааа Черт Я хотел забрать секрет Свинка такая Ха Ха Слаб Охлаждаемся Надо было На задней пушке Больше энергии дать На задней пушке Надо было Больше дать Этого Нас офигеть Как атакуют Сзади Всякие Мистер Лавермен И тут Да Черт Тебе Перестань Показывать Эту Штуку На камеру Секретка Найдена Но меня все равно Брохнули Короче Да Это сложно Перестань Показывать Эту Штуку На камеру Дополнительное Бабло Интересно Секретка Не засчитает Или Мне придется Заново Подбирать Блин Я там Как линкор Пропустил Нет Не перегревайся Нет Нет Вот это Секретка Вот этот Рейхующий корабль Тут надо Подобрать Секретку Наконец-то 25% 25% 25% Золото Суперски Нет Нет Идите Лесом Офигеть Зачем Была бронь Они мне тут Феминизм Нет Меня это убьет Есть Меня чуть под конец Не грохнули Нафиг Это было Сейчас Очень опасно Фух Я только собирался Оставить Цыпочек На астероиде Когда Я наступил Во что-то Очень странное Что это Weird sign Floating in space А На какой-то Странный Знак В космосе Спамер Containment Area Серьезно Зона Содержания Спамеров Я позвонил Научным Девочкам Чтобы проверить Что за Галлюцинация Ли это Все верно Мистер Мистер Наемник У нас есть Экспериментальный Антиспамовый Ну как бы Район Возле Нашей позиции Это Отслеживает Спамеров В гиперсети И телепортирует Их автоматически В зону Содержание Но он Насобирал Несколько Автоматических Давателей Объявлений Ну Несколько Приборов Которые Автоматически Дают Объявления Блин Это Офигеть Как тяжело Одновременно Переводить И читать Так же Пожалуйста Ничего не трогайте Это Очень Ценная Технология Не Беспокойтесь Леди Я Только Навещу Нашего Рекламщика Я Обязан Это Убедить Блин Такое Себе Так Ладно Я думаю Может быть Может быть Что у нас Появилось Из пушек А Кстати Я же Секрет Подобрал Я же Надеюсь Что я его Подобрал Не забыл Так Ладно У нас Есть Скорпио Плазма Ну К секундочку Если мы Сейчас Вот это Вот возьмем Ай Да не продавайте Его Как там Было Я не помню Как его Одеть Одной кнопкой Я помню Как продать Одной кнопкой Плазма А Это мощное Но медленное Оружие Я понял Не Спасибо Что я хочу Что я хочу Может еще Один радиатор Взять Кстати Они меня Будут греть Просто чертовски У меня 300 тысяч Давайте Если я его Качну Что у меня Останется У меня Останется 37 тысяч А если я Качну Так Охладитель На 50 тысяч И Броню На 50 тысяч Давайте Вот так Сделаем Охладитель Насколько Быстро Я буду Перегреваться Не так быстро На самом деле Но у меня Появился Дабл дэмэдж Во все стороны Мне это В принципе Подходит Давайте попробуем В таком комплекте Сто летать Итак Следующий уровень Оу Сладкая месть Тысяча Процентов Профита За Неплохо Так Онлайн казино А Это у нас Бонусный уровень Что ли Блин Я уже забыл Что они Здесь Хоу Святая Ягра Помоги мне Ха-ха-ха-ха В общем Здесь содержат Всех интернет Спамеров Которых Удалось Поймать Смотрите Здесь есть Баннеры Здесь есть Люди Здесь есть Все Ах-ха-ха-ха Головы Головы Летают Неплохо Вообще Реклама Здесь Отдельная Тема Здесь Если мы будем Продолжать играть Я думаю Здесь вам Понравится Мы будем Идти дальше Там Будут Такие моменты Которые Просто Бомбические Я не хочу Сильно Спойлерить Но просто Говорю Что Оно Того Стоит Так Хорошо Я как раз Направлялся Назад Когда Вдруг Появилась Вспышка Из экрана Я получил Срочное Сообщение От Бывшего Командующего Колонии Траблмен Траблмен Это его позовно Интересно Здесь не фамилия Почему он Вспомнил Про старого Солдата Такого как я Это не может быть Что-то хорошее Солдат Ситуация Критическая Самый Отвратительный Космический Злодей Доктор Кс Окс Кс Вошел Опять появился На сцене Его намерения Довольно Довольно Понятны Он готовит Ничего иное Как захват Вселенной Галактики Вот эта зеленая фигня Если что это Он Кс Окс Кс У нас Есть Сигналы О том Что Вот этот Вот Доктор Готовит Похищение Профессора Фон Хамбургера Уже Долгое Время И Человек Этот человек Профессор В самом деле Исчез Несколько дней Назад Профессор Работал С квантовой Пушкой Нового поколения Он планировал Мирное Использование Своего Квантовая пушка Для мирных Использований Своего Изобретения Но Кто бы мог Подумать Что это Кто бы мог Подумать Что огромную Пушку Можно использовать По другому Так Это Эрика Фон Гамбургер Говорит Ну Дочка Видимо Мой отец Работал А Мой отец Был похищен И Нам некого Больше послать Космические Полиции Космическая Полиция Такие тупые Бараны Они собираются Ждать Неделю Пока Сделают Первые Первые Аккуратненькие Шажочки В расследовании Пожалуйста Найдите Моего отца Спасите Его От страшной Смерти Из Лап Скама Отбросов Ты должен Немедленно Вернуться К исполнению Своих Обязанностей Вот это USHF И человечество Нуждается В твоих Способностях Я Рассчитываю На тебя Хорошо Это оружие Мы кстати Испробовали Оно вроде Пошло Неплохо Давайте С ним же Мы начнем Уровень Полковник Дал мне Координаты Первого Дредноута Который Мне нужно Обследовать Так Пора бы Показаться В этом Секторе Опять Ага Чтобы добраться Туда На своем Маленьком Корыце Мне нужно Добраться До точки Гипер прыжка Но ничего Не бывает За бесплатно Особенно Особенно В этой части Галактики Контролируемой Бандосами Ничего страшного Я всегда Есть всегда Причина Чтобы прожить Еще несколько Крушений Ну у нас Больше нету Самонаводящихся Пушек Но вот эти Вроде Справляются Довольно Неплохо Хотя Хотя Не прилетает А Нет Опять Синие Чуваки Да что В вас Робоцеп Так Тут вроде Уточка Да А тут Уточка Хе Как тут Армора 25% Да 25% Как раз То что Мне нужно Надо Вот эту Ядовитую Штуку Раздолбать Красиво Мультикил А Маленькие Астронавты Гады Я так Перегреюсь Вы что Делаете Чекпоинт Потом Блин Смотри Сколько у меня Жизни Осталось Здесь Путин Как меня Подкосили Может Стоит Кстати Будет Вернуть Нет Может Стоит Вернуть Пушку Самонаводкой Я что Подумал Надо Эту Курицу Поскорее Дрохнуть Блин Уже Состояние Корпуса Критическое Меня космонавты Убили Труто Так Стоп Ребят Нет Скидываем Уровень Такое Расположение Не получается Значит Одну Мы продаем Давайте Я возьму Вот эту Она По крайней Мере Мы Может Сейчас Даже Качнём На максим Да Неплохо А тебя И тебя Мы тоже Можем Качнуть Давайте Попробуем В таком В такой Комбинации Сходить Будем Меньше Перегреваться И у нас Будет Шанс Попробуем Такую Комбинацию Я думаю Что так Будет Получше Может Быть Даже Стоит Взять Две Самонаводящиеся Пушки На Катур Очень Мало Места Для Манёвра Вот Я думаю Что Это Может Меня Выручить Если Я возьму Именно Гибкие Пушки Сюда А не Специанарные Тут Вроде Не надо Так Много Огненной Мощи Обязательно Надо Взять Куда Мы Бежим Пушки Ну Видите Сейчас Зато Мультикил Не Получился Ну То Есть Мы Все Рано Скинули На них Резервуар Но Это Уже Было Не То Главное Ни в кого Не Врезаться Кстати Вот Эта Штука Под Нами Если Б У нас Был Модуль Взлома Мы Могли Б 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 Но Модуля Взлома У нас Нет Мы Не Купили Никаких Нюков С 8 До 5 С 8 Вечера До 5 Утра Не Будите Людей Видите Сейчас Идет Уже Получше Вот Ну Штуку Можно Было Б Взломать Да Сейчас Идет Уже Получше Давайте Мы Этого Ту Работы Сейчас Еще Лопнем А Еще Одна Уточка Есть Секрет Найден Броню Я возьму Схожу Хотя Мне Вроде Не Сильно Нужно Было А Главное Не биться Джастин Перфекшн Это Как раз Наш Следующий Босс Чувак Считает Себя Идеальным Он же Перфекшн А Блин Я встал Напрямую Перед Этой Штукой Нормально Справились Блин Вот эти Пуработы На самом Деле Они Довольно Сильные Противники То есть Не надо Недооценивать Пулевые Пушки Я стреляю Сейчас Пулевыми Пушками О Мышленком Клэд Отлично Итак Мы Затащили Значит Медленно Приближаясь К прыговым Воротам К К Джамп Драйву И Ожидая Услышать Знакомые Звуки Заряжающегося Заряжающегося Этого Оборудования То есть Как оно Пи Но Ничего Что-то Выключило Питание Да ладно Ребят Я только Я только Что Перекрошил Сотню Ваших Подручных по этому туннелю. Вы же знаете, что не получите от меня никакой оплаты. Ага. Те, с которыми ты ожидал поговорить, они не здесь. Они были уничтожены. На этом посту, этот пост теперь под контролем идеальной армии его идеальшества Джастина идеального Джастина Перфекта. Ну да. Никто не покинет эту генетически, культурно изуродованный сектор, который было решено полностью зачистить. То есть они считают, что они идеальная полиция, идеальное это, все остальные не идеальные, значит всех нужно зачистить. Развернись, или же мы прямо сейчас начнем процесс. Ты счастливчик, что у тебя есть... А, ты счастливчик, что ты можешь пожертвовать свое... Ничтожное существование в пользу нашей великой вселенной. То есть, короче... Что там про фашистов говорили вначале? Вы посмотрите на вот это? Шрёдингер донат. Today's special. Mobius Single Surface Pancakes. Закусочные пончики Шрёдингера. Ну, да. Ладно, ребятки. Подурачились сегодня немножечко, все хорошо, все пучком. И, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, попра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok